Всем привет! Это Подольск. Меня зовут Андрей Латников. И как вы видите, я нахожусь на пересечении улиц Проспект Ленина и Карла Маркса на берегу реки Пахра. Для большинства жителей нашего города это место знаменито тем, что здесь есть Макдональдс. Но все, кто проходит или проезжает мимо, обязательно обращают внимание вот на эту красоту. Когда я впервые увидел этот знак, то решил, что в Подольске, наверное, была какая-нибудь Олимпийская деревня. Но на самом деле это не так. И поэтому немного истории. 17 июля 1980 года Олимпийский огонь, преодолев путь от Афин, пройдя через Софию, Бухарест, Кишинев, Харьков, Киев и Тулу, прибыл в Подольск. По этому поводу был устроен грандиозный праздник. Четыре года Подольск готовился к встрече с Олимпийским огнем. Несмотря на дождь, тысячи подольчан вышли на улицу и пришли на стадион труд. До отказа заполнены его трибуны. Повсюду реют стяги, красочные плакаты и транспаранты. Звучат спортивные марши. Более 22 тысяч человек, представители трудовых коллективов города, собрались на стадионный труд на праздник Олимпийского огня. Среди них почетные гости. Герои Советского Союза, герои социалистического труда, победители соцсоревнований, спортсмены, члены Аркомитета Олимпиады-80. Множество творческих и трудовых коллективов принимает участие в этом празднике. Торжественная тишина воцаряется над стадионом, когда диктор объявляет о приближении Олимпийского огня. И вот с высоко поднятым факелом в сопровождении почетного эскорта на беговую дорожку стадиона вбегает обладатель трех золотых медалей зимних Олимпийских игр 1980 года Николай Зимятов. Собравшиеся стоя приветствуют Олимпийский огонь. Прославленный спортсмен поднимается по ступени наверх трибуны и подносит факел к чаше. И в ней ярко вспыхивает Олимпийский огонь. Наступает минута, когда Олимпийский огонь должен покинуть стадион. На беговой дорожке выстраивается почетный эскорт и к чаше с Олимпийским огнем поднимается воспитанница подольской детской юношеской спортивной школы Марина Киреечева. Она подносит факел к чаше и поднимает его высоко над головой, уже зажженным огнем. Под звуки музыки, аплодисменты, соправшийся Олимпийский огонь покидает стадион. Праздник продолжает Иосиф Кобзон. Звучат песни Давида Тухманова «День победы», русская народная песня «Вдоль попитерской». Нужно ли хранить, по вашему мнению, историю Подольска, сохранять ее как можно больше? Я думаю, что это святая обязанность каждого человека, который живет в Подольске. И вот, спустя 40 лет, эта история стерлась из памяти. А сквер, посвященный этому событию усилиями администрации, точнее ее бездействием, старательно захламлялся, чтобы люди как можно скорее забыли эту историю. Казалось бы, зачем это делать? Почему не восстановить сквер, не развесить фотографии, не установить тематические арт-объекты? Почему не гордиться этим событием? 29 сентября Риама выпустила статью о том, что вот здесь, на этом месте, будет построен очередной торговый центр. Давайте посмотрим, сколько торговых центров в пешей доступности от этого места. Но этого, конечно же, недостаточно. Необходимо построить еще один многоэтажный торговый центр. Почему многоэтажный? Потому что на площади 5000 квадратных метров невозможно построить что-то более-менее стоящее и социально ориентированное. Очевидно, что благодаря этой стройке проспект Ленина встанет окончательно. А нам с вами вместо облагороженного сквера и набережной предлагается гулять по торговым центрам. В статье Риама господин Гапонов рассказывает, что вопрос о благоустройстве сквера мог быть рассмотрен администрацией, если бы земельный участок был свободен и находился в муниципальной собственности. Но так как он находится в частной собственности, благоустройство сквера не представляется возможным. Этими заявлениями, к сожалению, администрация расписывается в своем бессилии, а скорее всего в нежелании, обустроить здесь сквер и набережную. А что же мы с вами? Когда эта новость появилась в пабликах города, то жители однозначно высказались против этой затеи. Никто не хочет торговый центр. Все хотят парк. Если в администрации нет уверенности в том, что же на самом деле необходимо подольчанам, то они могут легко прочитать эти комментарии. Там все однозначно. Благоустройство набережной, создание у реки зоны для отдыха горожан. Ведь в Подольске с комфортной городской средой большие проблемы. И именно это место могло бы стать центром досуга для нас с вами, наших детей. Красивый обустроенный сквер. А вот тут набережная до Дубровиц. Велосипедные и беговые дорожки. Разве это так сложно? Единая Россия, список которой возглавлял Пестов, шла на выборы с лозунгом «За сильный Подольск». Выходит, сила Подольска в бесконечных пустых ТРЦ? Если вы считаете, что вот на этом месте должен быть сквер и набережная, а не торговый центр, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми во всех социальных сетях. В Инстаграм и Вконтакте отмечайте губернатора Воробьева. Требуйте от администрации своих вновь избранных депутатов, чтобы они отстояли здесь сквер и набережную. И не допустили строительство торгового центра. Делать это нужно именно сейчас, а не ждать, когда начнется стройка. Надеюсь, что кто-нибудь из вновь избранных депутатов организует митинг, и мы с вами обязаны будем прийти на него. Если вы хотите прямо сейчас высказать свою позицию по этому поводу, выходите к администрации с одиночным пикетом, ну или прямо сюда. В паблике «Подольск» во Вконтакте под этим видео будет размещено голосование. Не поленитесь, проголосуйте и обязательно поделитесь этой записью. Подпишитесь на канал «Красная горка Подольск» в Ютубе, чтобы быть в курсе всех актуальных событий города без цензуры. Ссылки на все ресурсы будут в описании к этому видео. Давайте отстоим наш сквер и нашу набережную. Может быть, нам хватит уже ТРЦ в нашем городе. Всем спасибо, до встречи. На трибунах становись, а тише Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый мишка, Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, Новой встречи нам всем пожелай.